Щелковские депутаты провели последнее в этом году заседание. В его повестке основным вопросом было утверждение плана работы на следующий год. Он включает в себя перечень основных направлений деятельности в 2022 году, в котором прописаны депутатские заседания, приемы жителей, совещания с руководством администрации округа, взаимодействия с исполнительными и надзорными органами власти. Документ нацелен на осуществление полномочий Совета для создания условий социально-экономического развития городского округа, выполнения перспективного планирования. Мы очень серьезным образом проработаем вопросы устранения проблемных вещей, которые у нас, наше население, так сказать, составляют дискомфорт, неудобства, с той целью, чтобы оно законодательно было превращено в план мероприятий и соответствующее бюджетное обеспечение всех видов различных видов бюджета для их реализации. На заседании также депутаты рассмотрели и приняли плановый ежегодный отчет отдела экологии о состоянии окружающей среды в муниципалитете по итогам работы в 2020 году. Отчет отражает результаты анализа качества основных природных сред. Так, по степени загрязнения атмосферного воздуха в Щелкове средние за год концентрации были в пределах санитарно-гигиенических норм. Больше всего различных взвесей и хлорида водорода отмечается весной. Окиси углерода в летний-осенний период. Наличие других загрязняющих веществ на протяжении всего года выражено слабо. Исследовалась и вода в Клязьме. В 2020 году экстремально высокого загрязнения ее поверхностных вод не отмечалось. Последнее такое загрязнение было в 2013 году. В докладе также был представлен перечень выполненных природоохранных мероприятий. Одним из самых, так сказать, значимых событий 2020 года это было закрытие полигона Токово-Собурово в конце декабря. То есть на полигон был прекращен завоз отходов. Также, конечно, очень волнует вопрос о состоянии атмосферного воздуха, потому что появляются в атмосфере у нас разные запахи, на которые жалуются жители. И приходится выяснять источник происхождения. И как бы работать, если мы устанавливаем этот источник, работать с той или иной организацией, чтобы на уменьшение, либо на ликвидацию вообще каких-либо выбросов в атмосферный воздух. На заседании также был рассмотрен вопрос о бюджетных финансовых средствах для реализации более 60 наказов избирателей депутатам, выполнение которых намечено на 2022 год. Это спланированные деньги на приобретение оргтехники для школ и детских садов, оснащение необходимым оборудованием домов культуры, библиотек и клубов, предоставление народным коллективам и спортивным командам форменной одежды на многое другое. На эти цели будет отпущено 12,5 миллионов рублей. Андрей Циходович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.